Людмила Шупилко участвует в конкурсе «Мой дом, мой двор, мой подъезд» во второй раз. В 2016 году она даже стала призером республиканского конкурса. И вполне заслуженно. Её двор украшают сказочные персонажи, животные и птицы. Все они сделаны из подручных материалов. Чтобы создать такую красоту, хозяйка со своей семьёй трудилась целый год. Усилия оценила комиссия, которая на днях и подвела итоги творческого конкурса. Людмила заняла первое место среди частных домов. Что-то берём из интернета, что-то переделаем, что-то придумываем сами. Всё равно приходится что-то придумывать, искать материал, потому что у нас всё из бросового материала. Поэтому какие-то бутылки, канистры, даже из-под масел, тасола мы тоже используем. А вот салон «Цветов Кристина» участвовал в конкурсе впервые. И сразу же стал победителем среди индивидуальных предпринимателей. Работники салона украсили свои придворовые территории ромашками и лилиями. Цветы многолетние, поэтому ещё не один год будут радовать мирнинцев. Стараемся, благоустраиваем, высаживаем цветы. Всё-таки лето, чтобы яркие краски. Было жителям города приятно, нашим гостям города, ну и вообще в целом, чтобы радовало вас. Ежегодно в конкурсе «Мой дом, мой двор, мой подъезд» участвуют работники предприятий, предприниматели, жители многоквартирных и частных домов. Лучшим признают того, кому удаётся облагородить свою территорию необычно. Кто-то просто сажает цветы, а некоторые украшают свой двор так, что их фантазии можно позавидовать. «Фантазия у людей по-своему включается, да, оригинальные какие-то вещи необычные кто-то делает, кто-то наоборот ярко-красочно всё разрисовывает, кто-то наоборот направление делает на комфорт и уют. То есть в каждом отдельном случае это может зависеть как и от количества каких-то архитектурных форм и прощади, предоставляемых к осмотру, так и от качества конкретных каких-то эксклюзивных элементов». Критериев для отбора победителей несколько. Это архитектура, стилистика, творческий подход. Жюри рассматривают и новизну идеи. Хозяева самых лучших и красивых придворовых территорий получают приз в 50 тысяч рублей.